ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Недавно я прочел маленький, ранний рассказ Владислава Крапивина «Имени погибших». Раньше я его не читал и узнал об этом рассказе из уже упомянутой мной книги «Тавалаев. Апология миров Крапивина». Самое интересное, что Тавалаев считает повесть «Я иду встречать брата» и рассказ «Имени погибших» и должен сказать, что для этого есть весьма веские основания. Вторая интересная деталь. Тавалаев считает этот рассказ второй частью идеологии. Почему интересная? Рассказ написан до повести «Я иду встречать брата». Я уже говорил, она написана в 1961 году. Рассказ написан в 1960. Да, с первого взгляда события в этом рассказе вроде и происходят раньше. События, описанных в указанной повести. Суть. Александр Снегов вот-вот улетит в космос, в релятивистский полет. То есть с братом они больше не увидятся. А он прощается с братом. Прощаются они ночью в лесу. То есть вроде бы это не начало, а конец. О том, что у Александра Снега был родной брат по имени Нальсник, в данной повести ни слова. Есть аж еще одна деталь. Светолёт Александр называется «Магеллан», а не промытый. Но таких деталей в рассказе много. Пожалуй, я сразу перейду к интриге. Мир, описанный в рассказе имени погибших, несколько отличается от мира, описанного в повести «Я иду встречать брата». В этом мире опасность космонавтам угрожает не только в космосе. Она им угрожает еще и на Земле. На планете есть силы, достаточно могущественные силы, которые считают, что космические полеты, прежде всего, нежзвездные космические полеты, нужно запретить. И ради этого не останавливаются ни перед чем. Незадолго до описанных событий погиб звездолёт Колумб. По официальной версии он сорвался в результате технических неполадок, но на самом деле он погиб в результате диверсии, где его взорвали. И прощающиеся братья не знают, что Александру уже вынесли приговор. Этой ночью его должны убить. Понятно, я не могу рассказывать, что будет дальше, чтобы не раскрывать сюжет, но события разворачиваются по-настоящему страшно. Но также хорошо показано, что люди в этом мире тоже умеют любить человека. Меня заинтересовало здесь еще одно. Дело в том, что конспирологическая теория шестимерной вселенной Роберта Бартинни строится на концепции реинкарнации. Но Владислава Крапивина, я на момент прочтения этого рассказа еще не нашел доказательств того, что во вселенной Великого Кристалла его жизнь строится на перевоплощении. Впрочем, на тот момент я там еще только начал данную работу, и поэтому это было неудивительно. Но в этом рассказе, похоже, есть намек на реинкарнацию, но очень сложную реинкарнацию. Не в одном мире реинкарнацию, а сразу в нескольких, в нескольких параллельных вселенных, гранях Великого Кристалла, пользуясь выражением Крапивина. По теории Бартинни, время имеет не только длину времени, нашу обычную жизнь, но еще два измерения. И именно эти измерения и рождают параллельные вселенные. Я должен сказать, что, на мой взгляд, такой вселенной реинкарнация закономерна. И только, наверное, реинкарнация здесь объясняет странности данной идеологии. Есть ведь еще одна деталь. Почему первая, ну или вторая пояс, попробуй тут разберись, называется «Я иду встречать брата». Ведь Александр Снег, как ни крути, но все же на Алю Снегу не брат, а предок. Но вот если они в другой, в параллельной жизни, в параллельной реальности были братьями, это все ставит на свои места. Впрочем, как я сказал, на тот момент я только начал данную работу. Сейчас могу добавить кое-что, я уже в этом плане выяснил, и позже мы об этом детально поговорим. Но я думаю, что это плохо, что мы за 58 лет, по сути, забыли, что произведение имени погибших, и я иду встречать брата Дилогия. И думаю, об этом пора вспомнить. Это, полагаю, имеет не только культурное значение, но и мировоззренческое. Но я, безусловно, рекомендую прочтение данный рассказ и все произведение в целом. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!